Кажется, и днем, и ночью здесь не прекращается работа, а люди готовы приехать за покупками в любое время суток. Все думают о необходимом товаре, но мало кто в этот момент задумывается о безопасности. А что делать, если в гипермаркете случится пожар? Первое-первых, произошло слово сгорание на служебной зоне, объявляется пожарная тревога. Внимание! Чрезвычайная ситуация. Задача всех – максимально быстро покинуть помещение. Однако не стоит переживать, это всего лишь учение. Тем не менее, именно такие тренировки помогают сотрудникам предприятия и организации отработать все необходимые действия при аварии. Чтобы случись она вдруг по-настоящему, никто не поддавался панике и четко следовал правилам поведения при чрезвычайном происшествии. Сценарий учений максимально приближен к реальности. В считанные минуты после сигнала о чрезвычайном происшествии оперативно на место прибывают аварийно-спасательный отряд Щелковского центра гражданской защиты и караул пожарной части номер 300. Сложенную работу, полное взаимодействие и сосредоточенность, четкое понимание последовательности действий, отсутствие лишних движений – все это можно наблюдать с первой секунды прибытия профессионалов своего дела на место ЧП. С тем, что обычного человека может повергнуть в шок, они сталкиваются в своей профессии постоянно. Сегодня их задача – локализовать и ликвидировать последствия аварии. По сценарию учений в котельной гипермаркеты произошел взрыв оборудования. Возникло возгорание и огонь перекинулся из технической зоны на другие помещения. Чрезвычайная ситуация. Пока пожарные борются с огнем, спасатели приводят в готовность специальное оборудование и ждут сообщения от начальника караула. Очаг локализованного распространения прекращено. Приступайте к спасательной операции. Теперь, когда пожар не угрожает никому, за дело берутся спасатели. Они ведут поиск людей, которые вовремя не смогли покинуть помещение. Вот обнаружен пострадавший. Без промедлений проводится эвакуация, а также оказание доврачебной помощи. Отряд настолько убедителен в своих действиях, что происходящее в гипермаркете кажется вовсе не инсценировкой. Учения проходят практически в боевой обстановке. На территории городского округа много таких объектов, с которыми у нас заключены договора. Центр гражданской защиты оказывает услуги всем тем предприятиям, у которых есть особо опасное производство. У нас сегодня было все по-настоящему, потому что люди не знали. Второе. Учения были максимально приближены к реальной обстановке. Учения прошли успешно. Таков итог, стоит отметить, между Центром гражданской защиты пожарной частью и гипермаркетом «Глобус» работа в таком взаимодействии ведется на постоянной основе. Отсюда и результат. Отработан и четкий алгоритм действий. Опасный промышленный объект. В связи с этим у нас два раза в год проводятся такие учения. Я считаю, что ребята свою задачу выполнили на отлично. Поэтому всем сотрудникам и участникам объявляю благодарность. Очень удивлен, как быстро и как без перебоя там все произошло. Как быстро доехали, как быстро нашли пострадавшего. Поэтому большой респект, большое спасибо. Такие тренировки необходимы не только для отработки действий оперативных служб. Конечно, в условиях реального возгорания поведение обычного человека, оказавшегося в такой непростой ситуации, предсказать трудно. Бывает непросто сориентироваться и справиться с волнением. Потому абсолютно всем необходимо помнить о правилах поведения при пожаре и каком-либо другом чрезвычайном происшествии, чтобы это не застало врасплох. Продолжение следует...